Есть у меня вот такая вот монетка, это 5 рублей, посвященной 70-летию революции. В общем она была в 1987 году. И от Чеканины тиражом полтора миллиона экземпляров, и в том числе 200 тысяч в качестве проф. Вот эта монета стала первой юбилейной монетой Советского Союза в номинале 5 рублей. В выпуске этих юбилейных рублей 5-рублевика состоялась в честь, как я уже говорил, 70-летия Великой Октябрьской революции. Кроме 5-рублевки к монете 1987 года были добавлены еще заодно и 1,3-рублевые, посвященные этому же событию. Вот иногда нумизматы и коллекционеры называют эту монету шайба. Вот такое название 5 рублей заслужили благодаря своим размерам. Это самая большая монета СССР. В следующие годы в СССР 5-рублевые монеты шиканились значительно меньших размеров. Так, давайте я вам с этой стороны заодно покажу. Монета 5 рублей 70 лет революции 1987 года. Примечательность среди других юбилейных монет СССР тем, что это самая редкая и дорогая монета. Конечно, есть и более ценные монеты, редкие годы регулярного чекана и монеты с ошибками, но эти 5 рублей самые ценные из юбилейных монет. Так скажем, почему так случилось, что именно сегодня я ее достал. Дело в том, что изображен на ней революционер, публицист, основоположник марксизма-ленинизма, советский политический и государственный деятель мирового масштаба, создатель российского социал-демократической рабочей партии большевиков, один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, создатель первого в мировой истории социалистического государства СССР и третьего коммунистического интернационала, и все это он, Владимир Ленин. Мнения историков о его деятельности весьма неоднозначны, но одно несомненно, его роль в истории нашей страны огромадна. Вот у нас как раз сегодня 22 апреля, и Владимир Ильич Ленин, Ульянов, родился как раз 22 апреля 1870 года в Симбирске, ныне Ульяновск. Вот кроме Володи в семье было еще пятеро детей, учился он в Симбирской гимназии в мае 1887 года, его старший брат Александр был повешен за участие в заговоре, который ставил в свою цель физическое уничтожение российского царя Александра Третьего. Вот после недолгого обучения в Казанском университете Володя из-за содействия студенческому движению был исключен. В Казани вступает в марсидский кружок, в Петербурге в 1893-м занимается публицистикой, изучает вопросы социал-демократии и политэкономии. В 1895-м едет за границу, возвратившийся, становится основателем партии «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В результате ареста отправлены в Венесийскую губернию. Именно там через три года Владимир Ильич женится на Надежде Крупской. Там же он написал большую часть своих политико-публистических работ, основные темы которых – материалистическая философия, теория и практика осуществления социалистической революции, «Построение социализма и коммунизма, политэкономия, социализма». После окончания ссылки в 1900-м году он поселяется в Пскове, в сотрудничестве с другими активистами основывает и издается газета «Искра», журнал «Заря». Ленин был одним из организаторов второго съезда РСДРП, составил план работы, устав партии, пытаясь создать новое общество с помощью социалистической революции. Во время революции 1905-1907 годов он находился в Швейцарии. После ареста многих членов партии руководство переходит к нему. После третьего съезда РСДРП он подготавливает восстание, демонстрации. Несмотря на то, что декабрьское восстание подавили, он не прекращает работы, пишет новые труды и издает газету «Правды», укрепляет революционные организации. В те годы у него было множество переездов и миграции. После совершения февральской революции 1917 года вернулся в Россию, выступил с докладом, так называемые «Апрельские тезисы», ну и заодно реализует план пролетарской революции, возглавляет антиправительство восстаний и после объявления о его аресте уходит в подполье. На съезде Советов возглавил новое правительство Совет народных комиссаров, руководит заседаниями, совещаниями. После Октябрьской революции 1917 года заключает мирный договор с Германией, признает независимость Финляндии, основывает Красную Армию, Третий Коммунистический Интернационал, политику военного коммунизма Ленин изменяет на новую экономическую политику, НЭП, направленную на рост народного хозяйства, основывает социалистического государства СССР. В 1923-м пишет свои последние работы о кооперации, как нам реорганизовать рабкрин, лучше меньше да лучше, и в которых предлагает своевидение экономической политики Советского государства и меры по улучшению работы государственного аппарата, партии. Вот потом состояние его здоровья резко ухудшилось. То есть в результате Владимир Ильич скончался 21 января 1924 года в усадьбе Горьки Московской области. Тело вождя мирового пролетариата находится в мавзолее на Красной площади в Москве. Вот из интересных фактов об Ульянове. Вот он один из немногих политических деятелей, не имеющих автобиографии. В архивах был найден единственный листок, где он пытался начать свое жизнеописание, но продолжение так и не последовало. Вот любая кухарка способна управлять государством. Такого Ленин никогда не говорил. Эту фразу ему приписали, взяв из поэмы Маяковского. В действительности он писал так. Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. Мы требуем, чтобы обучение дел государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы начато было это немедленно. Вот. Кое-кто сомневается, когда мы отмечаем годовщину со дня рождения Ленина. Кривотолки возникли из-за якобы подложной даты рождения. И действительно, в трудовой книжке Ульянова проставлена дата 23 апреля. Дело в том, что расположение между сегодняшними григорианскими и ульянскими календарями в XIX веке составляло 12 дней, а в XX веке уже 13. Трудовую же книжку заполнили в 1920 году, когда тогда и закралась случайная ошибка. Вот говорят также, что Ульянов в гимнастические годы дружил с Александром Киренским. Они действительно жили в одном городе, но вот немалая разница в возрасте не могла привести к такому тандему. Хотя их отцы по долгу службы нередко встречались. А отец Киренского был директором гимназии, в которой учился Володя. Кстати, это был единственный учитель, поставивший Ульянову четверку в аттестат. А вообще, Ульянов в 21 год стал самым молодым адвокатом России, в чем немалая заслуга официальных властей, запретивших ему учиться очно. Пришлось сдавать экстерном. Вот Ульянов был православным в распорядании и даже венчался в церкви. Мало кто знает, что в Лондоне в 1905 году он встречается с Попом Гапоном и даже дарит ему свою книгу с автографом. О связи Ленина с Инессой Арманд ходит тоже немало слухов. Пока это остается загадкой и для историков. Однако в семейном альбоме Крупской фотографии Ильича и Инессы расположены на одной странице. Более того, самые сокровенные письма Надежды Константиновны пишут именно дочерям Арманд. Сама же Арманд в предсмертном деменнике пишет, что живет только для детей ИВП. Слухи о том, что настоящие фамилии Крупской Рыбкина лишены оснований. Просто обычно ее подпольные клички были связаны с подводным миром. Рыба, минога. Вот скорее всего это связано с фолигмеотичным характером Надежды Константиновны. Детей у революционной четы, как известно, не было. Последняя Надежда рухнула в Шушенском. Надежды на прилет маленькие пташки не оправдались, пишет Надежда Константиновна. Своей свекрови ссылки. Выкидыш был вызван возникновением у Крупской базедовой болезни. Вот по свидетельству лечащих врачей и комиссий, созданной в 1970 году, и сегодняшних специалистов, у Ленина был атеросклероз мозга, но протекающий очень не типично. Профессор с мировым именем Роэсселина, осмотрев Ленина, записал в своем дневнике «Положение крайне серьезное. Надежда на выздоровление явилась бы в том случае, если бы в основе мозгового процесса оказались бы сифилитические изменения сосудов». Может, отсюда и пошла версия о венерическом заболевании Ленина, хотя его на самом деле не было. После первого инсульта в мае 1922-го Ульянов несколько месяцев возвращается в рабочее состояние и уже в октябре приступает к работе. За два с половиной месяца он принял более 170 человек и написал около 200 официальных писем и деловых бумаг. Председательствовал на 34 заседаниях и совещаниях Политбюро, 100, СНК и выступал с закладом на сессии в ЦИК и на 4-м Конгрессе Коминтерна. Случаи в медицинской практике не виданы. И вот до сих пор неизвестно, кто же стрелял в Ленина. Слухи о том, что Каплан остался жива, остаются слухами. Хотя ни в Центральном архиве КГБ, ни в делах в ЦИК не найден письменный приговор о расстреле. Но комендант Кремля Мальков утверждал, что держал это заключение в своих руках. Незадолго до смерти Владимир Ильич вспомнил о людях, с которыми давно расстался. Рассказать о них что-то конкретное он уже был не в состоянии и называл только фамилии. Мартов, Акселерот, Максим Горький, Богданов, Вольский. Ульянов всегда боялся оказаться парализованным, неспособным к работе. И вот чувствуя приближение инсульта, он вызвал к себе Сталина и попросил в случае Паралича дать ему яд. Сталин эту просьбу не выполнял. Ну что ж, еще вот хотелось бы на прощание показать вот такую вот вещь. Это из значков, самый-самый маленький значок с изображением Ленина. Он же заодно, кроме того, всего прочего, и траурный. Выпускался в день похорон Владимира Ильича. Не очень большой тираж. И кроме того, что еще самый маленький у него еще, вот если вот с этой стороны посмотреть, он еще и на закрутке. Вот такое вот уникальное чудо в коллекции имеется. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok